Отправной точкой рейда стали столичные магазины, где нарушения выявились у самого порога. На входе не было дисковриков и никто не проводил термометрию, да и покупатели внутри были все без медицинских масок. К тому же проверяющие заметили только одну работающую кассу, что создает длинные очереди. Во всех народных магазинах или в супермаркетах, вот так всегда, все они два закрыты, только одна работает. И за ней очереди стоят, и многие без маски. Покупатели и после продолжали заходить вовнутрь без всякой проверки. Из-за того, что здесь работает только одна касса, согласно 293 статье Кодекса о нарушениях, мы вынуждены выписать штраф в размере 13 тысяч сомов, как юридическому лицу. В другом же супермаркете были выявлены такие же нарушения, не было соответствующих диссредств на входе. Вдобавок проверяющие заметили в зале дюжину покупателей без масок. Мы их просим надеть, вон они заходят и снимают маску. Но мы им говорим об этом, но контролировать каждый шаг покупателей это уже невозможно. Проинспектировали и столичный транспорт. Тут, как говорится, яблоку некуда упасть. Салоны были переполнены пассажирами, про дистанцию и ношение средств индивидуальной защиты не могло быть и речи. Далее мобильная группа направилась в точке общепита. Как бы менеджер заведения не уверяла, что ими выполняются все санитарно-эпидемиологические нормы, проверяющие выявили ряд нарушений, что в итоге привело к штрафу. В другом же увеселительном заведении на входе лежал дисковрик, но был абсолютно сухим. Также журнал здоровья персонала заполнялся ненадлежащим образом. А как известно, персонал непосредственно контактирует с гостями заведения, что в итоге может привести к распространению болезнь. Первое, что мы обратили внимание, когда проверяли журнал здоровья, что в нем не отражены все сотрудники, потому что со слов администратора в настоящий момент работают три повара. Как мы обратили внимание, здесь указан только один. Также в данном списке нет самого администратора, который безусловно должен быть здесь. С владельцами и работниками субъектов предпринимательства были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения санэпиднорм. Возражающих штрафом не оказалось. Владельцы общепитов согласились с проверяющими и обещали исправиться. Сегодняшних же нарушителей повторно проинспектируют в течение этой же недели. По некоторым субъектам, где были нарушены такие нарушения, составлены протоколы ЦИГСН города Бишкек, ЦИГСН города Бишкек и проведены разные беседы о недопустимости данных нарушений. Данные мероприятия будут проведены впредь ежедневно на постоянной основе до стабилизации санэпиднормической ситуации. Как отметили проверяющие, их задача не покарать – это не что иное, как превентивные меры. Поэтому штрафы назначаются только тем, кто уже был предупрежден о требованиях, но нарушил повторно.